Ульяновская область обеспечена лекарствами для лечения коронавирусной инфекции в полном объеме. Такую информацию озвучили в региональном Минздраве. Буквально накануне в область поступило около 2000 упаковок препарата дексаметазон, который часто назначают при лечении. Подробнее в первом материале. На складах достаточное количество препарата, говорят специалисты, и в подтверждение показывают порядка 2000 упаковок необходимого лекарства, которое доставили в Ульяновск. Он был в дефектуре, то есть мы его ждали, поэтому... Дефектура это что? Отсутствие, долгое отсутствие. По разнарядке Министерства здравоохранения 630 упаковок расписаны, и теперь лечебные учреждения приезжают и выбирают их. По утверждению регионального Минздрава данного количества препарата должно хватить всем нуждающимся. Тем более, что не всем заболевшим новой инфекцией назначают именно это лекарство. Существуют различные методики лечения в зависимости от состояния пациента. Те пациенты, которым не показана на сегодняшний день госпитализация, которые могут продолжать лечиться амбулаторно, вот им показаны все три схемы лечения. Поэтому после осмотра врачом этих пациентов, при принятии решения он имеет право назначить, ну, по показаниям, соответственно, одной из трех схем лечения. Поэтому мы можем сделать абсолютный вывод, в общем-то он у нас аналитически подтвержден расчетами, то есть все препараты на сегодняшний день имеются. Лекарства, как и в минувшем году, могут доставить на дом. Либо работники медучреждений, либо волонтеры. Елена в конце 2020-го перенесла коронавирус, а необходимое лекарство ей как раз доставляли на дом. Сразу же мне был выставлен диагноз, после того, как мазок брали, и, соответственно, назначили лечение. У меня было два врача. Были со мной на протяжении буквально 24 часов на 7, как сейчас говорят. И, соответственно, приятным бонусом было то, что мне на дом привезли бесплатный лекарственный препарат. Медики продолжают напоминать, необходимо проявлять осторожность и избегать мест скопления людей. Ну и, конечно, маски-перчатки снижают риск заражения коронавирусом. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Элла Шахова и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Ульяновск.